Всем привет, с вами Вова Ломов и теплица социальных технологий. Я делал обзорный скринкаст по Slack, там рассказано, что это и в общем-то все о том, как им пользоваться. Но не рассказано, а почему собственно это крутой мессенджер и почему его выбирает большинство организаций. Поэтому я решил сделать еще несколько скринкастов по Slack и выявить неочевидное. Все-таки Slack является корпоративным мессенджером теплицы, а у нас не так много приложений, используется на корпоративном уровне и возникает вопрос, а почему собственно. И первое, что приходит на ум в качестве ответа это вот. Интеграция с огромным количеством сторонних приложений. Просто все, что есть по-моему. По крайней мере основное. Про Zoom наверное потом, сегодня про Asano. Это также наш корпоративный таск-менеджер. Ссылку на скринкаст по Asano оставлю в описании. Крайне советую. Asano, как впрочем и Slack, есть у нас в программе тепло-диджитал, Asano с огромной скидкой для НКО, а Slack такая вовсе бесплатна. Про это скажу в конце, а сейчас свяжем Asano со Slack. Он выбирает в приоритете рабочее пространство, в котором вы в данный момент авторизованы и предлагает выбрать каналы. Выбирайте все. Ну или не все, я выбираю все. Всяческие сообщения и нас приветствует Asano. В левом меню появляется категория Apps, то есть установленные приложения, которые со временем может наполняться все новыми и новыми интеграциями, а сейчас мы в Asano. Она предлагает включить уведомления обо всем происходящем в Asano. Советую это сделать. И выкидывает короткий мануал, что здесь что. Мы пройдем по всем пунктам, тем более, что их тут немного. Первое — это Asano Settings. Слэш и команда чат-боту. Здесь вы включаете и выключаете уведомления. Это то, что мы уже подключили. Здесь вы можете изменить домен, то есть рабочее пространство Asano, если вы зарегистрированы сразу в нескольких, и они интегрированы со Slack. Это, кстати, важный пункт. В какой-то момент можете не заметить и начать создавать задания для жены в рабочем пространстве фирмы. Может быть конфуз. Меняется это здесь. И деавторизация, то есть отключение интеграции. Что у нас есть еще? У нас есть Create. То есть вы можете создавать задачи в Asano прямо от сюда. Причем они появятся в Asano, но и здесь сообщение о созданной задаче останется. Просто как сообщение. Сейчас покажу. Проще всего создавать через активное меню. Активное меню такого вида есть у уже опубликованных сообщений. Сообщение, кстати, станет description, но мы его удалим. Итак. Заголовок или имя задачи. Кому вы ее поручаете? Проект. Имеется в виду проект в Asano, если у вас их несколько. Начинаете печатать, выкидывает список автозаполнения. Дата исполнения. Не знаю как. Deadline. Да. Например, двенадцатое. У него почему-то маленький горизонт. Всего на два месяца. Ну и собственно description. Все. Задание создано. По умолчанию в канале оно не появляется. Надо опубликовать. А вот. То есть мы имеем задание в Asano и сообщение в Slack, что мы имеем задание в Asano. Ну в Asano все стандартно. Теперь перейдем в другое рабочее пространство. AsPushkin. Там был Вова Ломов. Ну то есть это мой тестовый аккаунт и нас тут всего двое. Сообщение у Пушкина есть. В Asano он может перейти, если он к ней подключен. Ну к моему рабочему пространству в Asano. А вот создать задачу он не может. Ему тоже нужно установить себе приложение Asano. Также выбор рабочего пространства и все. У него появился Asano. Включим сразу уведомления. Ну и также короткий мануал. Теперь он может создавать задачи, но мне кажется правильнее завести под задачи отдельный канал. Более того, если есть несколько больших проектов, можно завести разные каналы под разные проекты. Мне кажется удобно. Более того, тут можно добавлять задачи в личном сообщении. Единственное, сначала нужно добавить Asano в прямые сообщения Вове Ломову. Еще раз напомню, задачи вы в любом случае создаете в Asano. Здесь лишь остается сообщение, что они созданы. Но мне кажется это крайне удобно продублировать задачу сообщением. При этом тот, кому вы пишете, не назначает соответственным по умолчанию, имейте это в виду. По задаче есть дополнительное действие. Делаете здесь, появляется в Asano. Можно закрыть, поставить лайк, изменить ответственного, изменить дедлайн или добавить в проект. Так, вернемся к нашему мануалу. Что еще? Добавить комментарий. Команды нет, это только из-за активного меню. Соответственно, лучше всего писать самому себе, а потом делать так. Добавить коммент. Тоже надо подключить. Добавить как коммент. Выбрать задачу. Опубликовать комментарий. Но мне кажется это редкая функция, поскольку надо помнить все задачи. А вот Asano Link, последняя команда мануала, наоборот, мне кажется, может быть полезной. Выбираете проект, к которому хотите прилинковаться и все сообщения проекта, ну не все, а те, что касается вас, будут прилетать в качестве комментариев вот сюда, в закладку Asano. Появляются они не сразу, но потом это выглядит вот так. Кто что добавил, кто что назначил и более того, тут есть комментарии к задачам, на которые вы здесь же можете отвечать. Мне кажется, для тех, кто использует Slack и Asano, это очень полезная интеграция. А те, кто не использует, срочно начинайте использовать. Бесплатных версий того и другого вполне достаточно, но если вы представитель НКО, можно установить и платную версию. Напомню, для тех, кто участвует в программе Тепло Диджитал есть скидки, а Slack так и вовсе можно получить бесплатно. Ссылки на оба предложения оставлю в описании. Все. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал и любите друг друга. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok